У алматинцев есть какое-то чувство стиля. Они нам близки, понятны, они не какие-то невероятно загадочные. Вы понимаете, для них мужественность и умение любоваться вот этой красотой мира — это совершенно совместимые вещи. Мне было ясно еще в начале нулевых, что переломным будет 21-й год. Это жуть с этим зданием, эти танки, стреляющие в городе. Месяца два я не могла выйти фактически из этой депрессии. Да, демократия вполне, почему нет? А когда, собственно, закончила свою работу временное правительство и выясняют, что до Нового года они еще заседали, эта идея тоже принадлежит она и рождена персидской цивилизацией. Вот это вот сакральное ядро персидской цивилизации — оно живо. — Здравствуйте. — Здравствуйте, Вадим. — Здравствуйте, Корене. Значит, для канала Дергачев инсайт очень приятно с вами поговорить. Вот мне бы хотелось, знаете, чтобы вы немножко все-таки рассказали о себе, то есть рассказали о том, чем вы занимаетесь и почему вы оказались в нашем славном городе в Алма-Ате, в Алма-Ате. Вадим, я окончила московскую такую мажорскую спецшколу французскую и где-то уже в третьем классе, ну не могу сказать, как и все мои одноклассники, свободно говорил по-французски, но хорошо. И когда я в старших классах уже встал вопрос, а что дальше, то я сказала, что второй раз учить французский в ВУЗе я не буду, потому что это была полная бессмыслица, с моей точки зрения. У нас была очень насыщенная программа, там была история средних веков, физическая география, технический перевод, военный перевод. По-моему, ботаника была на французском. — Военный перевод в школе? — Да. — Здорово. — Военный перевод в школе, да. Вот. И история западноевропейского искусства. Правда, у нас факультативно была история русского искусства, но это мы сами потребовали уже. То есть изучать второй раз французский был какой-то маразм. Меня спросили, а что ты хочешь? Я сказала, мне нужно целостное понимание мира, поэтому вот западный язык я знаю, надо выучить какой-то восточный язык, чтобы понимать, что такое восточная цивилизация. Меня спросили, а что ты хочешь? Я сказала, персидский. Потому что меня очень привлекал Иран, он казался мне такой вот вещью в себе, загадкой и так далее. И я поступила в Институт стран Азии Африки при МГУ и получила диплом очень специфический. Филолог-востоковед со знанием персидского языка. Ну, там были основы арабского, там был второй язык пушту, но это не считаем. Вот. А вторая специальность называется референт-переводчик. Ну, переводчиком я была только синхронным. Вот. И по-другому я не умею последовательно переводить. И даже на крупных форумах еще в советский период переводила синхронно. Вот. А что такое референт? То есть нас готовили, как сейчас, наверное, ну, это вот точно политолог. Профессия. Эта специальность называется политолог. Потому что нужно было проанализировать огромный корпус какой-нибудь литературы, печатного слова. Вот. Ну, предположим, это тысяча страниц. Времени два часа. То есть это навыки скорочтения и так далее. После чего нужно было написать аналитическую записку, которая бы могла лечь на стол послу или первому секретарю вот для того, чтобы он себе представлял, что происходит в средствах массовой информации данной страны. Но там дальше должны быть и выводы, что происходит. Поэтому, например, надо было анализировать официально, официоз, да. А вот самое интересное было, например, рассматривать последние страницы с объявлениями, понимаете, которые давали представление об образе жизни, о специфике того, что в стране происходит. И надо было совместить официозную картинку вот с этой реальностью, по которой более-менее ясно становилось, какова реальность. То есть вот это... Нас учили реконструкции действительности, я бы даже так выразила. Вам погоны не дали, когда вы вышли из этого заведения? Хороший вопрос. Погоны давали всем. Так. Но Корина Александровна решила, что жизнь важнее, поэтому на третьем курсе, в начале третьего курса, я родила дочь. В связи с этим, поскольку в Советском Союзе законно действовали... Действовали. Действовали. Так, скажем. То женщина с трёх месяцев сохранённой, соответственно, беременности и до восьми лет ребёнка, она была не военно обязанная. Поэтому моей дочери было два годика, когда я окончила институт, и я не получила погоны. Но моя карточка... Ну, меня об этом много спрашивают. Именно потому, что я владею несколькими языками, а насколько я знаю, вот заполнялась и в каких-то военкоматах лежала. То есть меня можно пригласить в качестве вольно-наёмного работника. Только. Потом вы оказались в Кабуле в качестве переводчика. Да, оказалась в Кабуле. Формально это была практика. Это был пятый курс. Это было начало пятого курса, и я оказалась в Кабуле. Вы всё обо мне знаете. Да нет, ну что вы? Так, что-то... Переводила я там мало, на самом деле. Переводила я как переводчик. Первый день, когда монтировалась наша выставка, ну, нам надо было переводить рабочим, прорабам, которые это делали. И ещё один раз я переводила делегации в группе, которая пришла из американского колледжа и предупредили, что могут быть всякие такие серьёзные, словесные, конечно, провокации. Вот. И вот этой группе я переводила. Всё остальное время я занималась совершенно другими делами, потому что выяснилось, что моя коммуникабельность такова, что на все переговоры, касающиеся освещения нашей выставки в средствах массовой информации, в газетах, телевидении и так далее, отправляли меня. Поэтому я в основном вела переговоры и такую вот, если можно, деловую и светскую жизнь. А какая это была выставка? Это была формальная выставка, организованная Комитетом молодежных организаций СССР. То есть это была выставка ЦК Велкаса. Вот. Она была такая сборная достижений Советского Союза. Мы привезли скафандр Леонова, я помню, я сама, мне так было интересно, можно было прикоснуться к этому делу, да, в котором он якобы, ну, не знаю, может, это и правда, да, выходил в космос. Вот. Живопись там была представлена, некие технические достижения, в том числе и в молодежных центрах научно-технических. А вам сколько было лет вот в тот период? В Афганистане, да, 23 года. 23 года. Страшно было или не было? Вот я объясняю иногда, что, да, конечно, Бог миловал, то есть вот в таких совсем страшных условиях войны, ну, мне не пришлось побывать, слава Богу. Но я всегда говорю, вы понимаете, вы не понимаете, когда я начинаю спорить, я говорю, что когда стреляют из пулемета, из автомата, это не страшно, это не вызывает чувство страха. То есть вот я помню, что я сижу в кресле, нам сказали никуда не выходить из здания, где проходила наша выставка, потому что какая-то группа повстанческая шла в направлении по городу и шла в направлении как раз той площади, где был расположен этот самый наш лицей, французский лицей, на территории которого была наша выставка. И нам сказали, никуда не выходить. Я слышала выстрелы, вот понимаете, они стрекочут, и это абсолютно не страшно. Я помню, что я вот так же, как сейчас, я сижу в кресле и рассматриваю изумительный совершенно альбом «Советские конезаводы». Понимаете? Вот. И не страшно, не страшно, это не страшно. То есть это не вызывает чувство страха. Вот так. А что страшно? Ну, тоже я как-то не успела испугаться, но всё-таки я вот ехала в 1977 году. С мужем мы ехали домой. Мы тогда жили на Щёлковской. Был, по-моему, то ли январь, то ли февраль 1977 года. И поезд шёл вдоль Измайловского парка. И была тишина, он там очень медленно идёт. Уже после остановки между Первомайской, вот ныне она называется, Измайловский парк, и взрыв. Произошёл взрыв. А, ну, я только в кино это слышала, да. То есть... Но поезд тряхнуло. И вот такая тишина. И женщина одна сказала, сейчас до нас дойдёт. И действительно были ещё два менее сильных взрыва. Вот это было не страшно, но это было как-то очень вот вызвало такое напряжение. Вот. Это был известный теракт в московском метро. Вот. И мой муж, который служил в армии, он сразу понял, что это настоящий взрыв. Что это не шутки. И машинист набрал скорость, поезд примчался на Первомайскую. Но я, правда, я сказала, что, а что произошло? И он меня схватил в охапку и вынес на улицу. Станцию, говорят, оцепили, ну, буквально даже в течение минуты, то есть уже всё было закрыто. А потом, ну, выяснилось, что это были армянские вот эти вот дашнаки, которые устроили такой теракт и так далее. Но я могу себе представить, как бы я ещё в институте тогда училась, и всё. То есть, ну, всё-таки моя этническая принадлежность. Представляете, сколько бы... Конечно, ничего бы не было, понятно, что я к этому не имела никакого отношения. И сама могла пострадать. сесть, соответственно, в тот вагон, а мы ехали в предпоследнем вагоне, я помню. Вот, то есть, где-то было ближе к середине поезда, там, вот, взорвалось, и там, по-моему, пять человек погибло. Вот, ну, мы бы затаскали бы. То есть, мой муж как-то очень так сориентировался в этой ситуации. Вот, ну, вот это вот, да, вот это было, действительно, это вызвало вот просто такой, знаете, столбняк. И это действительно страшно. Очень на меня гнетущее впечатление. Я помню депрессию, ну, она была у всех, кто жил в нашем районе, на Смоленской. 93-й год, вот, когда стреляли в парламент, когда стреляли в Верховный Совет. Вот эти танки, мы это видели из окна, и в то же самое время шла трансляция по телевизору. Ну, то есть, в окно нам это было видно. Вот это, я помню, вот на меня какое-то произвело очень тяжёлое впечатление. Месяца два я не могла выйти, фактически, из этой депрессии. То есть, вот эта жуть с этим зданием, эти танки, стреляющие в городе, какое-то ощущение безнаказанности и, ну, чего-то апокалиптического совершенно. Да, да, да. Вообще говоря, то, что происходило в Советском Союзе, то, что происходило в России, многие же вещи становились известны только позже, а что-то неизвестно до сих пор. Но это у всех, так? Нет, я не к тому, что это плохо или хорошо, это просто то, с чем мы живём, правда? То есть, это вот у нас, скажем, такая общая страна, из которой мы вышли, в которой многие вещи всплывали позже, позже, позже. Это хорошо, это ладно. А сейчас есть вещи, про которые не говорят, нельзя говорить и вообще говоря, скажем так, закрытые абсолютно темы в современной России, в современном, скажем так, публичном пространстве? Ну, разумеется, всегда такие темы есть, но поскольку я вам сказала, что нас учили, обучали методу реконструкции, то я должна вам сказать, что, понимаете, вот уши правды, если можно так выразиться, их всегда можно нащупать вот в этой шерсти лжи, серого шума информационного и так далее. Вот, просто нужно уметь это делать. И, в общем-то, я считаю, что советские люди в немалой степени, даже не обучаясь в САА, этими навыками обладали и умели читать между строк, как говорится. Вот. И отлично прогнозировали, то есть, вот были какие-нибудь официозные сообщения, а советский человек тут же делал вывод, а что на самом деле его ожидать завтра, да. Вот, и в этом смысле... Ну, это просто по Жванецкому, что министр сельского хозяйства сказал, что запасов хватит, народ побежал сметать все в магазины. Да, в этом смысле мы были очень критически мыслящие люди, и школа, собственно говоря, нас обучала и развивала у нас критическое сознание. То есть, вот это компенсаторно как бы возмещало ту ложь или те искажения, которые давал официоз. Поэтому и сейчас то же самое, понимаете. Главное поставить перед собой такую задачу, где уши правды. Вот так вот покопаться, знаете, в этой шерсти потихонечку, это становится понятным. Например, для меня изначально, скажем, ну, 25 октября 1917 года по старому стилю. И вот в школе там рассказывают, показывают фильмы Эйзенштейна с этим штурмом Зимнего, да, арест временного правительства, кто тут временные сласти и так далее, караул устал, всё это мы знали. А при всём при том, я дома, дедушка моего кузена, он был молодым офицером, был ранен в руку. И, ну, в общем, его в Петроград в госпиталь привезли, и он лечился. У него было не сильное ранение, мягкие ткани. Вот. И он был в гостях. И из гостей он шёл пешком. Благо было близко, и он пошёл пешком через Дворцовую площадь. И там действительно сидели люди на Дворцовой площади, были какие-то костры, как он сказал. Ну, он офицер, он подошёл, там были какие-то рядовые, я не знаю кто. Вот. И он с ними разговаривал и прочее. В общем, вот в эту ночь он был. И впоследствии бабушка моя особенно иронизировала на эту тему. Он всегда писал, участник октябрьского восстания. Вот. Но у нас дома всё было понятно, что ничего не происходило, понимаете. Да, кто-то куда-то ходил, какие-то отряды там и так далее. И когда ты начинаешь дальше разбираться, а когда, собственно, закончила свою работу временное правительство, и выясняют, что до Нового года они ещё заседали, то где, собственно, а где был арест, да? Или, а почему, если Аврора стреляла, ну, я не ручаюсь за это, но если Аврора, там, скажем, ну, во-первых, залп, это понятно, да, это всё-таки надо понимать, что залп, это когда несколько орудий стреляют, да? А вообще-то, а что было с Авророй в это время? Она была на ремонте, тоже известно. Она была в доке на ремонте. А если Аврора была бронепалубным крейсером, это я помню, вот. А если бронепалубный крейсер стоит на ремонте в доке, то, насколько я знаю, орудия снимают и так далее. То есть здесь можно задать массу вопросов, а что, собственно, было? И вот эта вот легенда, я не говорю, что вот как Битов, помните, он пишет, говорит, что этого ничего не было, а остальное всё. Да, конечно, то есть события произошли, и революция была, но события 25 октября можно реконструировать, они иные. Это очевидно совершенно. Вот, поэтому, ну, это не очень. В принципе, я, в общем, не беном Ньютона, как говорится. Да. Также и современные события по некоторым, по контекстной информации, их можно близко к правде реконструировать. Такое ощущение, что вот наши московские гости, вот большинство из них, как мантру повторяют заклинание, только не политика, только не говорим о политике, только не занимаемся политикой. Это что такое происходит вот в сознании академического, вообще говоря, сообщества, что политика становится каким-то табуированным словом? Знаете, мы вообще живём в эпоху клипового сознания, правильно? Вот, если мы занимаемся общественной деятельностью, да, вот в клиповом сознании общественной деятельности политика, это как бы что-то, две вещи несовместные. Может быть, от этого. Вот, хотя жизнь как таковая, естественно, я прекрасно понимаю вашу иронию, вот, но жизнь как таковая, ну, здесь невозможно отделить одно от другого, естественно, правда? Точно так же, как вы или я, да, мы можем быть там родителями своих детей, специалистами в какой-то сфере, да, соседом, другом. Мы в разных ипостасях проявляемся, но мы-то для себя единая личность, точно так же и это. Так что, я думаю, что это больше касается вот таких публичных площадок, по большому счёту. Конечно, политика – это такой феномен, если можно так выразиться. Собственно, что такое политика? Вот если я всегда исхожу из значения слов, потому что базовая у меня специальность лингвистика, ну, полис, да, что такое полис, да, это организация жизни городского типа, да, правильно? Ну, да, но получается, что в этой организации жизни городского типа всё вернулось опять на кухни, собственно, искренние и прямые обсуждения, прямые разговоры, возможность называть вещи своими именами, а вот на публичных площадках вот этот полис в вашем пространстве не даёт уже такой возможности? Знаете, я как-то вот не особо заморачивалась на эту тему, этот вопрос не ко мне, скорее. Я, правда, обращаю внимание на слова, я, например, считаю, что вот очень затасканное слово, истёртое такое, извините, конечно, демократия, да? Вот. Но надо понимать, что вот с моей точки зрения вдруг я поняла, что да, Америка – это демократия, в чистом виде. А что такое демократия? Что такое демос? Все говорят, это народовластие. Неправда, это совершенно слово не переводится как народовластие. Дело в том, что народовластие по-гречески будет лаократия. Лаос – это народ. А что такое демос? А демос – это население самого богатого района Афин, это люди, которые имели право избирать и избираться. и проходящие определенный имущественный ценз. Ну, в этом смысле Америка, конечно, демократия. Потому что я так вот читала о некоторых спецификах, да, там, deep state, да, и так далее. Ну, да, это всегда не публичные люди, которые живут в определенном районе Вашингтона. Да, демократия вполне, почему нет. Хорошо. Но это никак не народовластие, точно. Восток. Дело тонкое. Да, вы специалист по Ирану. Ну, да, я иронист, но, знаете, как-то так ограничиться только Ираном, не понимая его окружения. Да. Вот. Вообще, насколько это самостоятельная цивилизация, вот как вы, именно если по словам идти, да, то есть, вот как цивилизация, насколько она самодостаточна. И вообще, что мы про это, мы, я имею в виду, ну, вот, просто людей, да, то есть, что мы вообще должны об этом знать, если должны. Ну, если принимать теорию локальных цивилизаций, да, Данилевский, Тойнби, то у Тойнби, если я не ошибаюсь, иранская цивилизация под 14-м номером, русская, по-моему, под 21-м. И это действительно незаслуженно игнорируемый феномен всемирной истории. А я напомню, что всемирная история, отец которой Геродот, она начинается с рождения Кира, и нам стоит на это обратить внимание. И вообще всемирная история начинается с греко-медийских, или по-русски это называется греко-персидских войн. Персы, собственно говоря, впервые в истории, и это описано, а не реконструировано, то есть данные по этому поводу, корпус данных серьёзно имеется. Именно Ахимениды, Кир Великий, Дарь Великий, они создали современную систему управления большими пространствами и большими, как сказать, группами населения. Полиэтническими, поликонфессиональными и полирелигиозными, скажем так. Это факт, если с этим разбираться. Что ещё для мира дали те же персы? То есть это отлаженная система управления, сбор налогов, почта, коммуникации, как таковые, вот эти ямские станции. То есть они это создали как работающую систему. И я напомню, что цилиндр Кира с декларацией, это называется первая декларация прав человека. Его копия лежит в здании ООН, а оригинал в Британском музее. Вот такой цилиндр, где объявлены права всех народов, где он говорит о том, что, по сути, то, что последствия выражены в Новом Завете, где нет ни Эллина, ни Иудея. То есть народа нет выше, нет ниже и так далее. Народом описаны их права, он запретил единственное человеческое жертвоприношение, что, в общем, тоже признак гуманизма. Ну, тогда, той эпохи, по крайней мере. Вот, поэтому, собственно, я считаю, что именно персы создали идею большого, населённого разными этносами, исповедующими разные религии, государственность, систему управления, очень тонкая, интересная система контроля над силовыми ведомствами с тем, чтобы максимально избегать военных переворотов. Вот. Ну, это отдельная как бы тема, очень специфичная. А что ещё? Ну, дали богатую рифму, например. До этого поэзия никакого народа рифму не предлагала. То есть вот эта богатая рифма, это придумано персами, но это несколько позже. Кодекс рыцаря, это называется Джаван Марди, то есть то, что мы знаем как рыцарский роман, кодекс рыцаря западноевропейский, это как раз просто взято, просто списано с кодекса рыцаря и представление о рыцарстве как благородном таком человеке, защитнике слабых, убогих, сирых и прочее. Вот. Эта идея тоже принадлежит, она рождена персидской цивилизацией. Это не значит, что у других нету, но она сформулирована персидской цивилизацией. И у этой цивилизации, я считаю, что у каждой цивилизации есть своё ядро, какое-то сакральное ядро. Вот это вот сакральное ядро персидской цивилизации, оно живо. То есть как-то вот Гумилёв не причислил персов к бессмертным народам, а я считаю, что в данном случае, пожалуй, персы ещё один бессмертный народ. Оно жило сегодня, эта еда? Это такая преемственность? Да. То есть невзирая на то, что это Исламская республика Иран, если вы туда приезжаете, то с молочком мамочки они впитывают всю доисламскую культуру, которая была исмаэлитом Фердауси. 30 лет человек писал шах-намэ, то есть всю доисламскую эпоху в поэтической форме, идеальной совершенно, в поэтической форме он сумел выразить, написать. И очевидно, когда его уже читаешь, то очевидно, например, что этот человек знал греческий, латынь, прекрасно знал жанр памятник, он написал стихотворение памятник. «Я памятник себе воздвиг, не рукотворный». Вот это вот очевидно совершенно. То есть при этом вот эта иранская или персидская цивилизация, ну не совсем корректно называть её чисто персидской, то есть персы – это только один, это жители Фарса, провинции Фарс. Но она была столичной в эпоху античности, в эпоху ахиминидов и прочее. То есть вот в данном случае они вот эту историю впитывают через шах-намэ, которые бабушки читают им, воспитатели читают и так далее. И вот когда вы посещаете этот комплекс под Ширазом, по Саргаде, или Тахты Джамшиде, это ещё называется у них, то я помню, у меня был шок, потому что я услышала голоса мужские, молодых явно людей, они спорили относительно той эпохи, когда это было всё сделано. Они стояли напротив этих самых барельефов, где шествуют бессмертные, знаете, бессмертные, потом там вот цари несут дары иранскому шаху и так далее. И я прислушалась к этому разговору. Они говорили об этом так, как если бы это было вчера. То есть они актуализируют историю на очень большую глубину, две с половиной тысячи лет, понимаете. И я повернулась, и это были 20-летние молодые люди. Вот это поразительно. И второй шок – это то, что те бессмертные, которых я видела на барельефах, когда я повернула голову, это были почти те же самые лица. Кстати, там портретное сходство. То есть Тангутская вот эта терракотовая армия – это не первое такое изображение. Вот эти 10 тысяч бессмертных. Причём они как живые совершенно. И когда ты присматриваешься и понимаешь, что на ногах у них шнурованные берцы, типа современных, что они в брюках, в штанах таких, что это кроенный рукав и так далее. А у меня с собой был как раз Плутарха, и я помню со сравнительной жизнью описание, как Александра Македонского, его окружение упрекает в том, что он одевается как варвар и ведёт себя как варвар. И вот я смотрю на этих варваров, а потом я смотрю на эллинистические изображения этих самых греков, римлян в тряпочках каких-то там, шнурочках и прочее, и думаю, боже мой, кто из них варвар? Да, то есть вот это представление. То есть это высоченная, конечно, культура, и культура требовательная к себе, надо сказать, очень самоироничная тоже, очищающаяся от любых наслоений, очень живая, очень живая. И они любят, они любят, иранцы любят свою культуру, они любят свою цивилизацию, они не поливают это ядро, и эти корни не поливают бензином, там, не знаю, не убивают это, при том, что они очень самоироничны. Вот это интересно, чрезвычайно. То есть я видела, опять же, молодых людей, которые читали стихи, 20-летние, которые читали стихи Хафиза, у гробницы Хафиза, друг к другу. И это норма, понимаете? И при этом они абсолютно современные, вы на них посмотрите, они по-современному одеты, они владеют гаджетами, они владеют всеми этими современными информационными технологиями, они ведут живой современный разговор с вами и так далее. И вот они не отрываются от этих корней. Вот этот исторический континуум, он у них не разорван. Про Иран говорят, что это исламская республика с внутренней свободой слова. То есть и достаточно дискуссионная внутри, скажем так, страна, в которой много разрешено, но разрешено своим. Вот у вас такое ощущение или нет? Ну, для того, чтобы как-то понять народ, нужно изучать его этические нормы. Этические нормы иранцев очень. Они нам близки, понятны, они не какие-то невероятно загадочные, но надо понимать, что они действуют. С одной стороны, вы будете разговаривать за столиком в ресторане, они разговаривают абсолютно свободно и критично, как в адрес, например, могут своего руководства и даже иронизировать, и анекдоты могут рассказывать. Но у них нет никакого специального очарования в отношении того, что находится далеко. Они много ездят по миру, страна эта, кстати, не закрытая, и у них никаких иллюзий относительно Америки, Европы нет. То есть всё хорошее, да, всё плохое нам не подходит. Вот так вот я бы сказала. И они иронически наблюдают за тем, что сейчас происходит с белой расой в Европе или в Соединённых Штатах, и они не живут теми иллюзиями, какими, например, жила советская интеллигенция в 80-е годы. Вот нет у них этого. Свобода слова. Ну, я смотрела там ток-шоу иранские. Очень живые, очень самокритичные, я бы сказала. Они достаточно открыто обсуждают. То есть просто открыто, даже недостаточно открыто. Ну, я уже раскритиковала слово демократия. Да, они свободные люди. И даже когда вы идёте по улице, вы понимаете, что вы попадаете в страну, где люди ощущают себя свободными. Их осанка, их манера подачи, их очень вежливые, они очень вежливые. Их вежливое обращение друг к другу. Они ездят, там, такое бронуское движение, непонятно, как в Тегеране водят автомобиль. При этом, если возникают какие-то конфликтные ситуации, я обращала на это внимание, они не орут друг друга, оскорбить, их ругать. Максимум, я видела, могут сделать вот так. Понимаете, вот такой жест. То есть они не оскорбляют друг друга и так далее. Они невероятные эстеты. Вот я наблюдала в парке, у них изумительные парки. С моей точки зрения, японцы должны нервно курить бамбук. Потому что иранские парки – это просто отдельный феномен культуры. И не буду сейчас их описывать. И вот я наблюдала в парке, сидит такой, ну, видно, что, понимаете, ну, если война, то он за ним не заржавеет, как говорится. То есть что-то воин настоящий. Сидит молодой человек, он куда-то смотрит. Я не могу понять, в чём дело. И я гида нашего спрашиваю, странно говоря, он сидит в такой позе, что он медитирует, что ли. И он так удивлённо поворачивает ко мне голову и говорит, что вы, а это весна, он любуется цветением роз. Вы понимаете, для них мужественность и умение любоваться вот этой красотой мира – это совершенно совместимые вещи. Они истыд. И без этого они страдают. Например, вот я работала с иранцами, у нас всё время вот в помещении всё происходило, в Хамеровском центре и так далее. И вот выдалось там два или три часа. И вдруг они так меня попросили, «А можно куда-нибудь на природу?» У них потребность. И вот они как-то впитывают красоту этого мира. Им её не хватает. Она им необходима. Вот. Это воспитание, знаете. Они эстетны. Да. Но при этом они люди с огромным чувством собственного достоинства. То есть это вот даже видно по их осанке. У них нет сутулок в стране. Так вот. И ни женщин, ни мужчин. Красиво. Вот это вот гордо поднятая голова. Такой поворот головы. Мы обращали внимание, ещё будучи студентами, на наших преподавателей, иранцев. Вот. Вот это вот прямая спина и вот этот вот поворот головы. Это особое что-то. Вот. И недаром тот же... Вот ничего не изменилось с времён Геродота. Он пишет, что лучшими они почитают самих себя. А дальше всё по мере удаления. Ухудшается по мере удаления. Но для них... Они не эгоисты, если можно так выразиться. Это не так, как Обама сказал об американской исключительности. Они франшизу своего, вот эту вот франшизу как бы понимания красоты мира и правильного мироустройства и его благоустройства они готовы транслировать. Понимаете? Они не жадные. Вот. И им это нравится. Но они не навязывают это. Но с другой стороны они готовы это открывать. То есть они готовы делиться с другими. Вот. Они не такой... Не эгоистичная цивилизация. Мне они очень нравятся. Вы говорили о том, что вот этот вот нетрадиционный, да, исламизм, ваххабизм, вот эти движения, которые на самом деле представляют реальную угрозу и для Казахстана. То есть у нас здесь этим занимаются наши структуры. Ну и по сути дела это главное, чего боятся вообще говоря многие, и не только в Средней Азии. А вы говорили о том, что это проект, ну по сути дела, модернистский. То есть что это... Постмодернистский. Ну постмодернистский. Но это... Не, разница есть. Расскажите. Ну, во-первых, исламизм, который действует на постсоветском пространстве, как идеология, потому что всё, ислам, это религия, пять масхабов, потрясающее богословие, можно изучать всю жизнь. И жизни не хватит. Вот. Это невероятная глубина, очень интересные какие-то, ну как бы, ну, чтобы было понятно, это не совсем корректно, то, что я скажу, но, например, персонализация в священных книгах христиан, то есть обращение к человеку, как к личности, оно более выражено. В исламе, как бы, кажется, что вот главные священные книги мусульман это персонализация выражена меньше, но компенсаторно вся, всё исламское богословие обращено тоже к человеку и к индивидууму, как таковому. То есть вот в этой богословской литературе компенсаторно содержится невероятной глубине и бесконечной глубине сведения. Достаточно сказать, что, например, философский тот же философский скептицизм не представляем без такой фигуры, Абдурахман Аль-Газалин. То есть в Европе просто нет равных ему, и, наверное, это вершина философского скептицизма и его произведение «Воскрешение наук о вере». Это, наверное, каждый человек, даже, может быть, и не сильно религиозный, должен прочитать. Вот. И не только его работа. Я в данном случае вот одно только имя вспомнила. Кстати, он был персом. Вот. Но преподавал в Багдадской академии. То есть вот это вынесем за скобки. Это всё существует. Это огромный пласт культуры. Дальше в основном исламисты, это курс молодого бойца, полгода им рассказывают об исламе, дальше говорят, что такое хорошо, что такое плохо. даже ваххабизм на вынос недаром у нас на Северном Кавказе в Чечне особенно они их называют не ваххабитами, они называют их ваххабистами, тонко чувствуя, что это идеология, а не религия. Понимаете, да? То есть маркер очень интересный такой, лингвистически выраженный, потому что чеченцы билингвы, поэтому, понимаете, да, вот когда они говорят по-русски, они их называют ваххабистами. То же самое и здесь, потому что на самом деле почему это второе крыло постмодернистской глобализации, которая тоже заканчивается с моей точки зрения, помирает на наших глазах. Потому что по сути для того, чтобы как-то осуществить те цели, которые перед собой ставили условные глобализаторы, или там как Трамп у него своя конспирология, да, дип-стейт, и прочее. Ну, как угодно. На самом деле тайное управление всегда существует. Существуют, скажем, официальные лидеры, да, какие-то страны. Это не значит, что они ничего не значат, но за их спинами существуют те серые кардиналы, да, которые тоже много чего значат и осуществляют вот эти управленческие процессы. То есть здесь нет ничего такого особенного. Так что такая здравая конспирология, почему бы ей не существовать, да, вот, то что везде, а заговоры, вообще вся история состоит из заговоров, то есть тут главное не сорваться в паранойю, вот, но учитывать фактор тайной власти обязательно надо, потому что не вся власть является явной. Вот, как я сказала про демократию в Соединенных Штатах, там есть группы, действительно, они не являются явными группами, да, или формализованными группами, это не обязательно, такое тоже есть. Вот, поэтому то же самое здесь происходит, идет архаизация, то есть идет возвратная архаизация, то есть людям объясняют, что надо обратиться к исконно-посконному такому исламу, который не, ну, извините, ну, как современный человек будет представлять себе, что было в VII веке? Ну, что-то он может себе представить, но утверждать, что он точно знает, как это было на Аравийском полуострове, ну, извините, ну, не верю в Станиславский, понимаете, вот, и на постсоветском пространстве в основном вот эта возвратная архаизация сознания для, с моей точки зрения, для повышения управляемости большими массами людей, исповедующими, или стремящимися исповедовать ислам, и в данном случае к самому исламу это имеет очень косвенные отношения, очень отдаленные, и это скорее идеология, которая направлена на управление обществом, то есть на Западе действуют одни технологии, понимаете, управление сознанием, здесь другие, здесь как бы другие технологии, а принципы те же самые, то есть идет дебилизация с моей точки зрения, или там, не знаю, ну, как сказать, редуцирование сознания. Как это рифмуется с западным постмодернистским проектом, то есть вот где параллели? А вот, ну, до шока, например, вроде бы, казалось бы, да, запрещенное во всех странах это ИГИЛ, они выпустили их там, учителя, фокихи, выпустили фету, оправдывающую в определенных обстоятельствах оправдывающую гомосексуализм. Ну, это невозможно себе представить, понимаете, да, потому что авраамические религии все как одна запрещают, это категорически запрещено. Кстати, в странах, где распространенный ислам, есть очень интересные, и у того же Аль-Газали, литература на эту тему, то есть, с одной стороны, да, человек может родиться с такими потребностями, но как, они рассказывают, как их преодолевать, вот это интересно очень, как их преодолевать духом, сознанием и так далее, и тому подобное, то есть, это запрещено, они выпускают такую фету, я не буду опускаться до подробности, каким образом, как они это обосновали, они это обосновали, умереть не встать, как говорится, это, да, вот шахидом можно, вот так вот, ну и что, чем это отличается, извините, пожалуйста, то есть, это такой же пересмотр основ, и какие они после этого, там, салафиты, да, чистый ислам, который они исповедуют, ну, мама не горюй, как говорится, то есть, поди пойми, и поэтому не удивляет, то есть, не вызывает удивления, там, вспомните фотографию в интернете, французы ее разместили, где сидит Аль-Багдаде и разговаривает с Маккейном, покойным, то есть, в принципе, это просто, вот, аверс и реверс, той самой глобализации, которой, с моей точки зрения, вообще приходит конец, все, человечество больше не может жить, вот, хорошо, дальше, что дальше? в условиях действия этой парадигмы, ну, она инерционно еще действует, вот, и мы это, может быть, вот так вот в быту и не особо будем ощущать, но это, знаете, как действительно этот, был такой, Аполлинария Сидонии, по-моему, в Риме, вот, есть такой синдром Аполлинария Сидония, он пишет письмо, что, какая прекрасная жизнь, живу в самом безопасном, богатом, таком прекрасном государстве, он римлян, вода тибра так плавно текут, так все красиво кругом, птички поют, я там пишу тебе письмо, погода прекрасная и тому подобное, ну, через, по-моему, два месяца варвары взяли Рим и разрушили, вот, человек, который вообще не замечает, понимаете, что происходит за рамками его, за забором его сада, условно говоря, вот, то же самое с нами, это же выразил и Чехов, его спросили, что за пьеса он пишет, что он писал пьесу дяди Ваня, он сказал, ну, я хочу написать такую пьесу, где люди вот ходят, разговаривают, ссорятся, там, мирятся, пьют чай и так далее, а при этом рушатся их судьбы, вот сейчас происходит то же самое, мы тоже с вами разговариваем, а мир рушится, и ничего вроде не рушится, разговариваем в гостинице Интерконтиненталь, все хорошо, а вот этот порядок, он уходит, он где-то уйдет, очень страшно, и кроваво, и люди, страшно, может быть, его пережет, где-то это будет менее заметно, с некоторой оттяжкой придут эти времена, но это уже происходит. У вас ощущения апокалиптические, то есть, вот вы говорите, это происходит, это происходит сегодня, это происходит в 22-м году, в 23-м году, то есть, какой временной, скажем так, лак у нас есть до того, как все будет рушиться за нашими окнами? Мне было ясно, еще в начале нулевых, что переломным будет 21-й год. Ну, что значит переломным? Это вот как с 25-м октября, то же самое, понимаете? Ходят какие-то люди, горят какие-то костры, в принципе, да даже ничего не происходит. Здесь надевают какие-то маски, какие-то ограничения. Все то же самое происходит сейчас, в 21-м году. Потом кто-нибудь определит какую-нибудь дату, понимаете? Потом будут легенды и мифы о том, как это все происходило. Вот. Станут известными те люди, которых мы сейчас не знаем, да? Это да, это все произойдет. Ну, первое, во-первых, мы и так живем, если исходить из-за религиозной концепции, опять-таки, авраамических религий, то мы живем в эсхатоне, то есть в последние времена, которые продлятся неизвестно сколько, поскольку сроки они у нас в руках, как вы понимаете. Мы сроками не управляем. А на самом деле конец глобализации наступил где-то году в 15-16. Но дальше мне было понятно, что лет 5-6 будет какая-то такая застойная инерция. продолжаться. Даже дергания, какие-то вроде, казалось бы, новые идеи. Ну, это все так, знаете, в пользу бедных, как говорится. Потому что, ну, я понимаю, там выступление Шваба, великая перезагрузка. Ха-ха четыре раза, понимаете. Ну, та же белая раса, которая просто в критическом состоянии убывания, известно. Ну, и как, ребята, вы будете справляться? Ну, вы еще надеетесь быть очень умными в элитных учебных заведениях, обучать своих детей, которые учатся очно, которых запрещено тестировать. быть, да, ну, понятно. Ну, как можно создать для себя четверг, как тот раввинный из анекдота, понимаете, а у всех будет суббота? Так не бывает. Вот. И жить в этом, вот, вот, в таком мире и отделиться, да, вот, сделать, такую вот, закапсулировать элиту, которая будет жить, питаться правильно, да, там, не знаю, правильно воспитывать своих детей, следовать неким здоровым нормам, жить там по 120, по 140 лет. Есть же движение трансгуманизма, да, клуб имморталист. Они говорят, что к 40-ому или к 45-ому году уже они смогут, да, обеспечить некоторым, особо достойным бессмертия. Не верю. Понимаете, они шьют платье для головы короля, конечно, с моей точки зрения. Да, безусловно, я понимаю, технологии, все это, это уже реальность и так далее. Но меня это не пугает, поэтому вы говорите апокалиптические, нет, потому что наши предки переживали их и времена похуже. Наши с вами предки пережили ледниковый период, понимаете это? Давайте отдадим себе отчет. Вы представляете себе, что такое был ледниковый период? Вы в ка... как это называется, костянки или как-то вот в Воронежской области, где край ледника был. Вот этот заповедник там, вот кости все вылезают, вылезают разных доисторических, можно сказать, животных и тому подобное. Вы понимаете, как это страшно? Наши предки и это пережили. А за счет чего, кстати, пережили-то? За счет института семьи. Это уже доказано социоантропологами. И я верю. Это видно во всех, особенно самых архаических, например, в нартовском эпосе, вот где четко показано, там прямо вот грань это показана, что для чего нужны старики. Вы знаете, что ребенок усваивает вокабуляр родного языка, если он общается с тремя поколениями минимум. То есть с бабушками, дедушками, родителями и сверстниками. Нет бабушек, дедушек уже не полный вокабуляр, не полное чувство и знание родного языка. То есть институт семьи это главная ценность, которую мы обладаем. И мы, с моей точки зрения, можно даже поставить такую задачу. возрождение института семьи. Задачи-то мы можем ставить и, наверное, их необходимо ставить. А вам что помогает жить? Лично вам? Знаете, я как это самое, процитирую Стендали, я так люблю жизнь, что останавливаюсь поглазеть на собаку грызущую кость. Вот жизнь имеет, или вот есть, да, у Ахматовой, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи. Я не сторонник, я понимаю шик, гламур и так далее. Мне так нравится, вот, знаете, живое проявление жизни, иногда какие-то жанровые сценки, природные сценки. в прямом смысле могу любоваться на лошадь, или собаку, или на птицу, и так далее. Жизнь прекрасна, и мир прекрасен, и человек прекрасен. Вот когда ты это понимаешь, они говорят, мол, 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 как все ужасно, как все плохо, потому что красота в глазах смотрящего, и когда ты к миру обращаешься с этим, он к тебе тоже отвечает, тем же самым. Меня как-то спросили, в какой стране мне лучше всего, я лучше всего себя чувствую. Я долго думала, потому что я жила и в Иране, и в Афганистане, кстати, до сих пор вот ностальгия по Афганистану есть. Я не могу передать, вот это, везде горы, да, и вот этот воздух Афганистана, это преломление как-то взглядов там, я не знаю, как это передать, это что-то особенное, там какой-то свой гений место. И пока ты там не побывал, это непонятно. Я бы жила во Франции, в Германии, ну не так, чтобы прямо уж совсем годами, но так, месяцами. Меня так спросили, а где мне вот хорошо, я думаю, я сказала, везде, я сказала. Понимаете, потому что ты обращаешься вот как-то, да, в какой-то посыл. Мне интересно вот эта местная особенность, обычай. А потом выясняется, что фундамент всё равно у всех один. Понимаете, хороший человек, он и в Африке, как говорится, хороший человек. Вы на людей на улице смотрите? Да, да. А что вы видите, когда вы на людей смотрите? Ну, по-разному. Ну, знаете, всё зависит ещё от настроения. Однажды очень давно поймала себя на том, что я иду, а мне навстречу идут персонажи Джотто. И тут я поняла, что дело не в них, а во мне. Вот когда я это осознала, мне это помогло очень. И потом очень интересно, для меня это вот такая радость, когда я обманываюсь. Что можно сказать об этом человеке, да? Я не умею, как мне мой друг говорит, корене, вы не разбираетесь в людях. Ну, и слава богу. Я так радуюсь, я помню, человек с внешностью сельского тракториста, который оказался не только, ну, можно сказать, медицинским гением. Ну, вот всё, что угодно я могла о нём подумать. У него вся внешность, вот это вот простецкое, распростецкое такое вот лицо, просто, знаете, даже трудно описать его. Вот такой русский деревенский тракторист, ну, в лучшем случае, да, то есть, может, он там механикой владеет и всё. Это был гений, причём в сфере гематологии. То есть, вот, как говорят французы, par excellence, понимаете, волей божьей он просто был, гений медицины. И вот когда ты ошибаешься, их тут так радует, честно. Я серьёзно это говорю, иногда вот это вот радует очень. Вот, потом, когда люди... Ты понимаешь, вот, меня радует, когда я встречаю людей и вижу в них отсутствие подражательности. Я большое удовольствие в Алмате получила сейчас. Как немало я гуляла по городу, но вот это я увидела... Очень трудно подобрать эпитет. У людей есть чувство стиля. У алматинцев есть какое-то чувство стиля. Каждый относится к себе как к произведению искусства. Ну, я имею в виду женщин, особенно на женщин обращала внимание. А женщина, в общем, как бы посол в этом смысле, да, любого общества. Вот это вот большое удовольствие мне доставило. Здесь я это искренне говорю. Всё время хотелось оборачиваться и ещё так дополнительными деталями разглядеть. Очень здорово. Радует. Вот хорошее настроение было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова